Итак, продолжаем реставрику моноотерапии. И сейчас мы будем рассматривать методы скручивания всего корпуса. Начиная с пояснично-воздушных мышц, квадратных мышц и так далее, пойдем вверх. Во-первых, кладем ровно по столу, выравниваем его так, как нам надо. Потянули, качали, руки вытели вниз, все правильно, чтобы он расслабился. Начинаем с этой стороны. Берем за таз. Опять же, мягко не поставляйте пальцы, чтобы что-нибудь не передавить и не щепотать человека. И прямо за квадратной мышцей тянем по заполоную сторону. Тянем, тянем, дошли до предела и можно подтолкнуть. Возможно, щелкнет какой-нибудь из нижнего подолкова, 4, 3, 5. Можно в нем подтягиваться, и через мышцы мы его натягиваем в мышцы. И потом идем дальше на ребра. Вот щепоток, как раз на козу. Берем эту щепоток. Выше. Сейчас щепоток. Чем вы же понимаете, тем можно больше делать диагональ. Перекладная рука. Так, за козу кость. Берем систему, подиагональ. Скачаем, скачаем, дошли напряжение. Не ходим назад, чтобы делать толщок. Не ходим, например, усиливаем формулу, берем ногу и за ногу то же самое. Раскрутили. У вас получается добавляется рычаг. Видите? Так же можно пройти. Перисклей узи, я вам скажу, если колес, например, вот в эту сторону, то убираемся уже не в поперечные отростки, а прямо властистые. Чтобы нам довернуть в противоположную сторону. Ногу можно взять вот так вот. У вас получается хороший рычаг. Видите? У вас пауки практически отдыхают. Здесь все телом прокуратина. Шатаете. И снова держите. Под колесом, чтобы я здесь расслабился. Ведро расслабилось. Ведро расслаблено. После этого работаем. Если нога тяжелая, у человека, можно ее сократить. Вот так вот взять. Будет просто крючок наменьше. Крючок будет меньше. Можно взять на бицепс. Вот так. Можно взять по нежнее, например. Вот так вот на вашей руке лежит. Видите? Раскрутили, распутили. За себя заводим. Прямой продавливаем. Замечки либо ребра. И если этого недостаточно, например, при скоревозе, грудном, который в мою сторону, по станке развернуты, то еще раз усериваем эту формулу. Берем теперь за две ноги сразу. Берем всегда выше коленки, чтобы чашечки не было больно. И, ну, во-первых, можно продавить, если мы с полной ночью пройти. Вдоль полной ночи работаем, да? А ногами. А если не надо, то сперевозим, то вот накремяем человека и в эту сторону. Раскрутили, положили. И теперь обратный хват. Берем тогда... Не, лежит как ко мне лежал. Голову сюда. Руку сюда. Теперь скривозим в мою сторону. Мы должны с той стороны растянуть, чтобы на место куда толкать. И толкаем в другую сторону. Логично? Логично. Голу побольше. Вот тут растянули с этой стороны. Вот у нас получается вот такой вот рычаг. Только не делайте прямо на весу, да? Все-таки на столе должен лежать. Столовая фиксация. Человек расслабляется. Ну, если у нас спина ровная, да? То делаем симметрично с той другой стороны. Если сколиоз, то смысл, да? Как правило, у нас сообразно бывает, да? То пресс-образный сколиоз. Здесь мы давим в ту сторону. А здесь, получается, надо давить в ту сторону. Ну, в нашу. Тогда ходим в стол и делаем то же самое. Только с другой стороны. Для пластичной зоны. И все-таки, чтобы была жесткая фиксация, чтобы его слезная нога, чтобы чашечек не повредить, чтобы стол был прилеплен, да? То есть мы все-таки об стол его. Да, не толкаем. Так что, давайте дорабатывать все это друг на друге. А если вы с нами, то зря вы смотрите столько видео. По видео многое утекает, много нюансов просто не помещается.